Всем привет! Я думаю, вы уже понимаете, о чем сегодня у нас с вами пойдет речь. Да-да, о нашем карантине новом, ограничениях, которые я хочу немножко вам разжевать, рассказать поподробнее, что у нас здесь происходит. И, собственно, что происходит, а почему закрыли границы, почему мы на майские праздники не можем полететь в Турцию. Давайте приступим. Мне хочется внести сегодня небольшое разъяснение. Я напоминаю, что в новостях своих о жизни в Турции я рассказываю о том, что здесь у нас происходит интересного нового, что может вас заинтересовать как туристов здесь, и как люди, просто обычные местные жители, к этому относятся, и какое-то мнение, ощущение себя в стране и их настроение. Насыпались комментарии о том, что дискуссии под видео в комментариях, и просто мне адресованы комментарии о том, что вот почему же Турция так нас подставила, закрыла границы с вашим несчастным тем коронавирусом, эпидемией, ситуацией, потому что мы никто нигде не болеем, все у нас открыто, без масок ходим. Вот мы купили билеты и туры в Турцию оплатили на май, а вы вот предательски все закрыли, и альтернативы у нас теперь нет. Мы расстроены. Я не знаю даже, с чего здесь начать. Я думаю, что люди, которые берут новости, черпают не только из телевизора, а из интернета, прекрасно понимают, что происходит, что это вопрос не пандемии безопасности и здоровья людей, и что это более политические вопросы. Я не буду в это вдаваться, потому что это не тематика моего канала, но думающие люди понимают, что вообще происходит. По поводу Турции. Турция не закрывала границы. К нам могут прилетать в Турцию туристы с любых стран, у кого это разрешено. Граница закрыта с одной стороны, со стороны России. Россия предприняла эти меры. Ситуация с пандемией острая, много заболевших, для безопасности граждан. То есть Турция со своей стороны никаких таких действий не предпринимала. Давайте это будем понимать, что это не Турция сделала. Это первое. Второе. По поводу компенсации, переносов и так далее. Это тоже решает не турецкая сторона. Одну новость только я на эту тему видела в русскоязычных новостях. О том, что Турция не будет компенсировать всякие переводы денег и так далее, которые акции, транзакции были уже совершены. То есть какой-то процент банк берет за то, что ты оплачиваешь в своей стране и переводишь с банком на счет, например, отеля, брони и так далее. Но неспокойно перебронируют и переносят даты бронирования на другие даты. На июнь, июль, месяц. В общем, это будет все видно. Я надеюсь, все все поняли. И такие вопросы мне больше задавать и обвинять. Меня в том числе в чем-то не будут. Что Турки какие-то плохие что-то там наделали. Я думаю, почитайте интернет. Новости в интернете. Посмотрите видео навалом на YouTube на эту тему. Вы поймете, разберете, что вообще произошло. Следующий момент по поводу нашего здесь нахождения карантина. И как у нас проблема с, скажем так, пандемией, заболевшими. Да, в разы больше. У нас идет уже фактически официально об этом говорят третья волна. И не только у нас. В Европе, в Америке в том числе. Ну просто насколько это освещается в СМИ. Здесь определенно освещается. Определенные правила поведения. В священный месяц Рамадан, поста у мусульман. А это вечерний прием пищи. Ифтар это прием пищи. Коллегами, родственниками, семьями. Огромными-огромными толпищами. Это традиция. Это так принято. Делиться последним едой и так далее. И вместе проводить это важное время. Когда весь день ты постился. Не употреблял ни воды, ни еды, ничего. И встретить этот момент. И принять пищу самыми близкими и дорогими для тебя людьми. Это священное. И да, это, скажем так, традиция. Но нас государство, правительство просит, приняло все меры предосторожности, чтобы эту традицию в этом году, к сожалению, нарушить. Потому что это позволяет распространяться вирусу гораздо больше. Да, буду говорить честно, откровенно. У людей здесь в стране, не у всех. Есть люди. Я до этого видео в предыдущем говорила. Люди разделились на два, скажем так, типа. Местные люди клана. Первое. Кто свято верит тому, что говорят врачи. К тому, что говорят на телевизоре и так далее. В телевизоре, пардон. Они очень запуганы. И они трясутся, из дома не выходят. И как год назад очень крайние-крайние меры предосторожности используют. Там по три маски носят. Обливаются с ног до головы санитайзером и так далее. И вторая категория людей, которые вообще сомневаются в цифрах. Которые уже не верят ничему. И считают, что цифры сейчас по заболеваемости, по смертности, они притянуты. И это тоже какие-то политические игры. Это настроение людей в стране. Честно скажу, я считаю, что 50-50% там и там, правда, на самом деле, находится посередине. По поводу уже ограничений, что здесь у нас в стране происходит. Здесь все как всегда. Для тех, у кого есть вид на жительство в Турции, иностранцев с видом на жительство, у вас правила распространяются так же, как и на всех жителей Турции. Потому что здесь на долгий срок. Если вы турист, который приехал без вида на жительство максимум на три месяца. Это я про Россию говорю. Визовые какие у вас ситуации, отношения с Турцией. Вот россияне могут приезжать до 90 дней. То для вас вот эти ограничения не распространяются. Точнее, штрафы вам выписать не могут. Находиться в комендантский час, где вы можете заниматься чем хотите. По сути, вот так. Ну, как бы всем нельзя в комендантский час. Ну, а с полицией там поймает. Я думаю, что, скорее всего, штраф выписывать не будут. Ну, для начала нам сдвинули время комендантского часа. До 7 вечера. После 7 вечера шляться на улице нельзя. До 5 утра. Потому что в 8 вечера у нас ужин и в тар. Вот это принятие пищи совместное. Чтобы у людей не было шанса собираться в группы и вместе есть. И даже в гости к друг другу вечером ходить и это делать. Поэтому очень у многих сотрудников, там, в фирмах, и госслужащих, и у многих-у многих рабочее время сократилось на час. Чтобы люди успевали до 7 вечера вернуться домой. Ну, в этом многие видят, честно говоря, плюсы. Следующее. Рестораны закрыты. Это я вам говорила. То, что мы ожидали. Но на следующий день у нас закрыли все спортивные салоны. Салоны красоты. Парикмахерские. Вот это тотальный локдаун. Когда не покрасить волосы, не сделать там, не знаю, ногти и все прочее. Женщины в один момент это у нас все пришло. Скажем так, запрет пришел вечером. А на следующий день утром вступили разъяснения от министерства. Полиция вроде, да. МВД вроде разъяснения дает. О том, что уточнение. И вечером нам сказали просто там что-то, кто-то закрывается. Торговые центры остаются работать. Закрываются рестораны и все. А утром сказали спортклубы и салоны, и мероприятия всякие. Все-все-все. И салоны красоты все закрывается. В шоке сотрудники, конечно, спортклубов. Это вчера. Они последний день работали. Вот с сегодняшнего дня все это закрыто. И они в шоке. Потому что никто ничего компенсировать. Им полтора месяца закрытия до 17 мая эти правила. С 14-го там с 15 апреля по 17 мая. Никто это ничего, никому зарплаты компенсировать не будет. Люди в один момент остались просто без зарплаты. Без средств существованию. Это вообще тяжелая такая, скажем, тема. Но фирмы там на удаленку, компании какие-то не переходят. Именно про такое досуговое, именно сфера сервиса и обслуживания. Она очень сильно страдает. Какое негодование у людей, вот у сферы вот этой обслуживания ресторанов, салонов красоты, спортсалонов, того, что в ТАЦе торговые центры, магазины открыты. Люди там ходят, заражаются. Они ездят также и в метро, на работу, с работы, час пик. Это все существует. Но насколько ли оправданы эти меры по закрытию салонов красоты и спортсалонов, когда там очень хорошие меры дезинфекции регулярные, они как в метро. И все сотрудники, всегда клиенты круглые сутки, когда салон работает, они там находятся в масках. Они пользуются санитайзером. Там работают лампы по обеззараживанию этих бактерий и так далее. Насколько это логично, оставить людей без зарплаты, когда там не огромный поток людей, все дезинфицируется и меры предосторожности соблюдаются. Вот это сейчас чем озадачены, что обсуждают в соцсетях, в Твиттере, в Инстаграме, в том числе жители Турции. Сейчас об этом говорят, суда, сейчас сплетничают, очень все это интересно. Логика, люди о чем говорят, уповают, что логика в закрытии, именно как это. Люди особо-то не против закрыться, окей, если мы не заболеем, там меньше людей, говорят, мы готовы посидеть, но давайте будем делать это правильно, логично, чтобы все уже поняли, что особо эти меры закрытия не работают, но не так это критично, можно на это, скажем так, дать скидку какую-то. Ну давайте будем логично, тогда и ТЦ закроем, магазины закроем, одежда, не обязательно что-то, магазины косметики. Почему тогда люди, которые работают в спортсалонах, в салонах красоты, ну вот в этом всем, в ресторанах, они сидят без зарплаты, сотрудники в магазинах одежды. На зарплате когда одежду можно покупать и там бытовую технику, я не знаю, постельное белье и все прочее, текстиль какой-то, это все можно покупать онлайн. У всех крупных сетей есть онлайн-магазины, сколько онлайн-площадок типа Хепси-Борода, Н11 и так далее, трендиол для одежды и все прочее, это типа местные Алиэкспрессы. И это еще не все ограничения, ограничили детей до 18 лет и стариков после 65 лет. Эти категории граждан не могут пользоваться общественным транспортом, только если у вас рандеву в госучреждение, вы можете доехать без проблем, показать это рандеву, или встреча у врача, пожалуйста, это можно. Естественно, это в случае исключения, это логично, но просто типа слонянца путешествовать по городу, тусоваться это нельзя, это по всей стране правило, не от провинции какой-то отдельной, это зависит, это во всей стране, во всех провинциях эти правила. Далее, дети выходят на улицу до 18 лет гулять с 2 часов дня до 6 вечера, старики с 10 утра, там не помню до скольки, тоже где-то до обеда, то есть их опять от стариков и детей разграничили по времени. Закрыли обратно, у нас как было обучение в школе? На выбор, в государственных, в частных, то есть если ты хочешь, ты хочешь онлайн 3 дня в школу на занятия с учителем в классе, ты можешь хоть 3 дня, а потом 2 дня или день 1 брать онлайн в компьютере, заниматься на удаленке, или ты можешь полностью 5 дней оставаться на удаленке. То есть классы делились, кто как хотел, каждый родитель, там классы голосовали, выбирали, у каждого это было по-своему, да. Были такие классы, я знаю, что где-то половина учеников онлайн занимались также по 5 дней, а какие-то дети по 3 дня в неделю ходили еще к учителю занимались. В общем, это выбор было родителей, детей, учителей, это отдельная тема. Сейчас все прикрыли, оставили садики, работающие в том же обычном режиме, слава богу. Оставили 8 классы и 12 классы, это экзаменационные классы, которым нужно заниматься, и тем более, так как школы пустые, эти дети не составляют такой угрозы опасности. Естественно, все по Хрискоду, везде входы для детей в школу и все прочее в садике. И дети всегда находятся в садиках и в школах в масках целый день. Магазины никак не закрылись, торговые центры все продолжают работать. Плюс еще сокращается сообщение между городами, не будет автобусов межгородских в время 7 вечера до 5, то есть вечерние ночные рейсы их убирают. Ну, к примеру, напомню, очень многие межгородами автобусные рейсы, есть очень хороший сервис автобусов. У нас очень часто рейсы в Анталию, в Марморис, туристы ими пользуются. Там Марморис сел в 8 вечера, встал в 10 утра уже в Марморис. То есть ты ночью спишь, едешь, это очень удобно. Сейчас этих рейсов не будет, только дневные рейсы до вот этого времени, до 7 вечера. Также между городами нельзя передвигаться на частных автомобилях, если у тебя нет разрешения специального. Разрешение берется также в госучреждении. Это могут быть работа, бизнес, врачи и так далее, все прочее. Это все тоже варианты исключения. Но нельзя, короче, быть туристом, путешествовать, передвигаться без определенной надобности. Сообщение между городами. Напомню, что все эти ограничения до 17 мая. Так что потом мы ждем сейчас двух недель. И с 14 апреля, мы отчитываем до начала мая, двух недель, как будет показывать себя статистика. Если статистика не упадет, статистика ужасная. Такой статистики по заболеваниям ни в первую, ни во вторую волну не было. Она выше в два раза, чем было раньше. И для примера, когда мы год назад тотально сидели на локдауне, у нас в день была смертность по 120 человек по стране. Это было офигеть, как много, мы были в шоке. А сейчас по 250. Так, для сравнения, окей, что происходит. Новый штамм вируса, он очень смертоносный. Он действует очень быстро. Об этом говорят по телевизору, все это рассказывают. Быстро, жестко и высокая смертность, к сожалению. И потому что, чтобы все эти службы, и похоронные службы, кладбище и больницы справлялись с потоком клиентов. Грустно, но что, как есть. Чтобы не было этого коллапса. Для этого сейчас вот эти меры, чтобы система не рухнула, вот так скажем. Далее, по поводу приездов и так далее. До конца мая продлили до 1 июня сейчас в Турции ковид-тест, вот этот ПЦР на въезд в Турцию. Если вы летите не из России, у вас все открыто. Там Казахстан, там СНГ, Беларусь, так же летать. Все, у вас также другие страны мира вообще, у кого возможны полеты. До 1 июня продлили точно ПЦР-тест. Это официальное заявление. За 72 часа до приезда сюда в Турцию нужно сдать тест. Далее, карантина никакого не существует. Пока что таких мер нет. Две недели, где отчего отсиживаться не нужно, потому что тест возможно. И следующий момент, что сейчас вот этот ХЭС-код, это тоже там есть. Поищите в интернете информацию, есть там ссылка, что можно зайти для ХЭС-кода, заполнить анкету тоже для въезда в Турцию за 72 часа. И у вас автоматически по этой анкете будет ХЭС-код. То есть вот эту СМС-ку не надо отправлять, приложение и так далее. На сайте здравоохранения, там есть такой раздел. Можно зарегистрироваться по анкетированию вообще, да. У кого проблемы с электроникой, с телефонами, гаджетами, там. Кто постарше, вот можно заполнить анкету самому. Просто тупо вы руками в анкету вбиваете те же самые данные. Паспорт, дату рождения, страну, тря-ля-ля. И вам автоматически потом ХЭС-код будет. Еще упростили, короче говоря, эту систему. Вот такие у нас новости Турции, настроения. Ждите, скоро выйду в эфир, через там недельку-две, что у нас здесь нового будет. Скорее всего, через две недельки, когда у нас будут послабления. А будут ли они? То есть через две недели, если упадет статистика, будет меньше. Что-то нам откроют. То есть это будет видно по ситуации. Но я не думаю, что что-то сильно откроют. Послабление будет. Будет так же до конца, до 17 мая. Потому что угроза такая была. Если через две недели лучше не станет, то мы усилим меры. И там будем переводить на удаленку сотрудников всяких. Еще больше всего-всего позакрываем. Короче говоря, будете вообще тотально сидеть дома. То есть и садик, и школа, вообще все сразу накроется. Так что особо сильно много не радуйтесь. Как у вас дела обстоят? Расскажите, какие у вас новости. Мне очень интересно. Читаю ваши комментарии. Если вы считаете, что видео полезно, распространите его. Поставьте лайк под видео. Распространите в соцсетях. Дайте на него ссылку. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok